Здравствуйте! Вы смотрите новость в студии Наталья Косых. И вот главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитатели согласуют с родителями стоимость услуг по обеспечению ухода в индивидуальном порядке. Во имя мира Ирландия, Норвегия и Испания официально признали палестинское государство. Это единственный надежный путь к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их народов. Как отреагировали на это заявление в Тель-Авиве, расскажем через несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прогнозы на выборы президента, намеченные на осень, остаются без изменений. Так, в случае организации возможного второго тура голосования, в нем встретятся действующая глава государства Майя Санду и экс-президент Игорь Дадон. Правда, по итогам второго тура преимущество за лидером ПСР. Прогноз включает результаты голосования только на территории Республики Молдова. Что касается предстоящего референдума, 54% респондентов заявили о готовности поддержать вступление Молдовы в Евросоюз. Данные содержатся в представленном исследовании общественно-политический барометр Майя 2024. Опрос проведен компанией ИМАС. Согласно результатам опроса общественного мнения, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в фаворитах избирателя оказалась бы действующая глава государства Майя Санду. Она набрала бы 41,3% голосов. За ней следует лидер партии социалистов Игорь Дадон с результатом 19,3%. Нынешний мэр столицы Ион Чебан заручился бы поддержкой 7% респондентов, а бывшего премьер-министра Иона Кику поддержали бы 6,7% жителей Молдовы с правым голосом. За лидера молдавских коммунистов Владимир Воронин отдали бы свой голос 6,2% опрошенных. Рената Усатый набрал бы 5,5%. Остальные политики, включенные в вопрос, заручились поддержкой менее 5% опрошенных. На правом фланге только у госпожи Майя Санду значительный рейтинг, который подтверждается от опроса к опросу. А в центре и слева мы видим длинный список кандидатов и голоса, разделенные по многим критериям. Согласно исследованию, во втором туре предполагаемых президентских выборов нынешняя глава государства Майя Санду встретится со своим предшественником Игорем Дадоном, который, как показывают цифры, одержит победу над действующей главой государства. Дистанция между Игорем Дадоном и Майей Санду на предполагаемом втором туре сокращается 43,5%, 41,3%. Таким был бы показатель на данном этапе с преимуществом Игоря Дадона, повторюсь, на территории Республики Молдова. Исследование также содержало и в вопросах голосования населения на предполагаемом референдуме о вступлении Молдовы в различные международные структуры. В том числе социологи выяснили мнение жителей Республики об объединении с Румынией. 54% респондентов заявили, что поддержали бы вступление в Европейский Союз. 39% выступают за присоединение Молдовы к Евразийскому экономическому союзу. А 31% высказался за принятие Молдовы в блок НАТО. 38% опрошенных поддерживают объединение нашей страны с Румынией. Опрос «Общественно-политический барометр» май 2024 проводился компанией «ИМАС» со 2 по 19 мая текущего года. В исследовании приняли участие 1088 человек из 89 населенных пунктов. Методом сбора информации было выбрано интервью. Погрешность исследования составила плюс-минус 3%. Спонсором и заказчиком опроса является румынская компания «Индепендент Ньюс». Мэр Кишинева Ион Чабан сохраняет интригу вокруг своего участия в предстоящих осенью президентских выборах. О своем окончательном решении по этому вопросу городоначальник обещает сообщить в ближайшее время, не называя точных сроков. Сейчас, как утверждает мэр столицы, он анализирует ситуацию, пытаясь оценить свои реальные шансы. Как утверждает городоначальник, опираясь на данные внутренних, а также опросов в открытом доступе, он заполучил информацию, над которой стоит поразмыслить. После тщательного анализа полученных данных, мэр Кишинева обещает сообщить о принятом решении касательно дальнейшей политической деятельности партии Национального альтернативного движения. Вскоре, но не раньше, чем проведу обсуждение с коллегами. Я сообщу о своем решении. И это решение принято не под внутренним или внешним давлением, не зависит от каких-либо рекомендаций. Это наше общее и лично мое решение, о котором я сообщу в ближайшие дни. Случайное совпадение или нет, но в среду появились результаты опроса общественно-политический барометр МАЙ-2024. По итогам проведенного исследования, мэр у Кишинева на президентских выборах прочат не больше 7% голосов. Тот же опрос показывает, что в случае второго тура Иоанн Чабан серьезно уступает действующей главе государства. В гонке с Чабаном, без того, чтобы господин Чабан делал какие-то заявления, ситуация такая. 41 или почти 34%. При распределении получилось бы 52-53% в пользу госпожи президента. Опрос общественно-политический барометр МАЙ-2024 проводился компанией МАЗ со 2 по 19 мая. В исследовании приняли участие 1088 человек из 89 населенных пунктов республики. Методом сбора информации было выбрано интервью. Погрешность исследования составила плюс-минус 3%. Спонсором и заказчиком опроса является румынская компания Independent News. Президентские выборы пройдут в Молдове 20 октября. К настоящему времени о желании принять участие в выборе главы государства уже объявили представители сразу нескольких политформирований. Три политические партии прошли бы в состав законодательного собрания, если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы. На это указывают результаты социсследования, общественно-политический барометр МАЙ-2024, проведенные и представлены компанией МАЗ. В случае досрочных парламентских выборов в новый состав законодательного органа войдут три политформирования. За партию действий «Солидарность» проголосовало бы 42,5% респондентов. Блок коммунистов и социалистов заручился бы поддержкой 28,2% голосов. А партия, входящая в предвыборный блок «Победа», в случае его регистрации Центром избиркомом, набрали бы 14,7% голосов избирателей. Другие политформирования, включенные в вопрос, не набрали достаточного количества голосов для преодоления избирательного порога. Как обычно, наша партия играет с пороговой чертой и следует за «Пром», «Над» и другими партиями, но с более низкими рейтингами. Больших изменений нет. За Майя Санду в плане видимости и рейтинговой эволюции следует ПДС. Относительно постоянная ситуация для партии «Возрождение» — шанс. Блок ПКРМ-ПСРМ относительно постоянен с небольшой тенденцией к снижению. То же самое и у нашей партии. Опрос «Общественно-политический барометр» май 2024 проводился компанией «ИМАС» со 2 по 19 мая этого года. В исследование приняли участие 1088 человек из 89 населенных пунктов. Методом сбора информации было выбрано интервью. Погрешность исследования составила плюс-минус 3%. Спонсором и заказчиком опроса является румынская компания «Индепендент Ньюз». Некоторые представители действующей власти оказались фигурантами расследования, которое проводит прокуратура антикоррупции. Одно из дел, которое вызвало интерес следователей, касается строительства дороги Лёва Бумбата. Работы в рамках этого проекта обошлись более чем в 252 миллиона леев. Есть у сыщиков и обвиняемы по этому делу. В случае других резонансных дел представители учреждения обещают озвучить свои выводы в ближайшее время. Подробностями следствия поделился заместитель главы прокуратуры антикоррупции Октавиан Якимовский. Есть дела, в которых расследуются предполагаемые действия, совершенные представителями власти. Но я не могу сказать, имеет ли кто-то процессуальный статус. Спросили Октавиана Якимовский и о результатах расследования несостоявшихся аукционов по аренде торговых площадей в Международном аэропорту Кишинёва. Общественное мнение связывает этот тендер с нынешним министром инфраструктуры и регионального развития Андреем Спыну, который, как предполагается, мог быть заинтересован в приходе в аэропорт определенной компании. Сам Спыну, впрочем, все обвинения в свой адрес отвергает. Прокуратура расследовала это дело. Возможно, в ближайшие дни мы расскажем о том, что мы обнаружили, что мы установили. Я не буду предварять это, потому что мы работаем над этим делом. Как говорит Октавиан Якимовский, активизировало следствие по уголовному делу о коррупции при строительстве дороги Льова-Бумбета. На этой неделе одному человеку было предъявлено обвинение по этому делу. Он является сотрудником государственного управления автомобильных дорог. Я не буду говорить, о каком виде коррупции идет речь. Скажу лишь, что эта дорога стоит нам больших денег. И мы пытаемся понять, нормальная ли эта цена или она выходит за рамки разумного. У нас существует несколько версий расследования. Это довольно сложное расследование. Стоимость работ по строительству трех километров 600 метров подъездной дороги и инфраструктуры к пограничному пункту Льова-Бумбета превышает 252 миллиона леев. А завершить работы планируется к ноябрю этого года. Изначально на реализацию проекта было предусмотрено 260 миллионов леев. Как пишет реалитация МД, подсчеты показали, что каждый отремонтированный километр полотна обойдется примерно в 3,5 миллиона евро, что делает эту дорогу самой дорогой из когда-либо построенных в Молдове. Депутаты от блока ПК РМ ПСРМ объявили о разработке пакета законодательных инициатив, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и поддержку рождаемости. Тексты подготовленных документов представители оппозиции пообещали обнародовать на будущей неделе, однако не предоставив больше подробностей. Прозвучало лишь одно уточнение, что предложенные меры направлены на сокращение разрыва между желаемой и фактической рождаемостью в Молдове. В последние 10 лет рождаемость в Молдове снизилась более чем на 40%. Если в 2014 году родилось более 40 тысяч детей, то в 2023 только 24 тысячи и почти на 3 тысячи меньше, чем в 2022 году. В городах становится все меньше семей с четырьмя и более детьми, а большинство детей из многодетных семей рождены мамами, проживающими в селах. Например, в Кашкале и Каушанского района селе с населением более 2 тысяч человек. В прошлом году родилось всего два ребенка. Аладдоровная считает, что падение рождаемости вызвано совокупностью факторов, которые оппозиция намерена решить с помощью законодательной инициативы, направленной на улучшение жизни матерей в период ухода за детьми, как же новорожденных. Другими причинами снижения рождаемости являются пособия по беременности, родам и отпуск по уходу за ребенком. Как заявило правительство, их размер был увеличен, но, несмотря на это, они все равно недостаточны для поддержания семьи с детьми. Но главным фактором, вызвавшим такую ситуацию, являются экономические показатели страны. По словам депутата от оппозиционного блока, пакет законодательных инициатив будет представлен в парламенте на следующей неделе. В Молдове с начала лета заработают 19 дошкольных учреждений образования семейного типа. По задумке авторов проекта, ясельные группы на дому станут альтернативным вариантом для трудоустроенных родителей, которые смогут оформить в такой детский сад детей младше трех лет. Именно при достижении этого возраста начинается зачисление в классические учреждения дошкольного образования. Работать в семейные детские сады будут преимущественно на дому воспитателя. Какие документы потребуются о няне и как будут оформляться трудовые отношения с родителями? Подробности в материале. На мысль создания детских садов семейного типа авторов идей натолкнуло малое количество дошкольных учреждений образования с ясельными группами, куда зачисляют двухлеток. На этом фоне в 2022 году парламент принял закон об оказании альтернативных услуг по воспитанию малышей. Документ предполагает три вида оказания подобных услуг. Индивидуальное воспитание, приходящее домой няня, ясельные группы на рабочем месте и семейного типа. В третьем случае воспитание детей не больше пяти и не старше трех лет проходит на дому воспитателя. И первые 19 ясельных групп семейного типа, как ожидается, заработают с начала июня. Они охватывают те случаи, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, что, собственно, послужило основой для появления данного вида услуг, который может присматривать еще за двумя-тремя детьми на дому. Потому что это все равно одна и та же прогулка, один и тот же распорядок дня. Здесь, в Республике Молдова, мы регулируем их как альтернативные услуги по уходу, что означает, что они никоим образом не заменяют образовательные учреждения. Работать в воспитательные ясельных групп семейного типа будут на основе предпринимательского патента. Специализированное образование в этом случае не обязательно. Потенциальные няни пройдут курс обучения и даже смогут заручиться финансовой поддержке для оборудования жилья необходимым инвентарем для воспитательного процесса. В рамках программы мы оказываем двухмерную поддержку. С одной стороны, мы предлагаем им юридическое сопровождение и консультации на всех этапах регистрации этих услуг. А с другой, помогаем им финансово. Финансовая поддержка составляет до 3000 евро. До 50 тысяч евро поддержка предоставляется на закупку оборудования, покупку учебных материалов, тех же кроватей, столов для ухода и так далее. Родителям, которые решат определить малышей в группы, организованные на дому няни, необходимо будет оформить с воспитателем индивидуальный контракт на оказание услуг. Воспитатели согласуют с родителями стоимость услуг по обеспечению ухода в индивидуальном порядке. Необходимо заключить договор на оказание услуг с поставщиком таковых. Няня будет декларировать все доходы и действовать исключительно в рамках закона. С другой стороны, родители также застрахованы, поскольку в случае возникновения спора у них будет юридический документ, регулирующий эти отношения. Особый восторг идея вызывают у трудоустроенных родителей, которые стремятся скорее выйти на работу и заниматься строительством карьеры. Поддерживают инициативу и бабушки. Это значительная помощь для матерей. Детский сад зачисляют, начиная с трех лет. А до трех лет, если надо оставить ребенка, то можно будет воспользоваться этой услугой. Возможно, для кого-то так будет удобнее, доступнее, потому что у нас ясельные группы в частных детсадах обходятся очень дорого. Даже летние лагеря. Для начала надо внедрить на практике. Это хорошая инициатива, которая дает решение важной проблеме. Подобный вид услуг и ясельные группы на дому – новинка для нашей республики. Некоторые мамочки скептически оценивают преимущества идеи, предпочитая самостоятельно заниматься воспитанием ребенка, в отведенной законом три года. Это неплохая идея, но вопрос, насколько там будут квалифицированные специалисты по этой теме. Потому что у меня самой двое детей, и я пока дома. Поэтому, по крайней мере, точно еще год буду дома, а там уже посмотрим. Сама идея неплохая, но с этими учреждениями нужно все-таки присматривать. Считаю, что это хорошая идея, но все зависит от семейной ситуации в каждом отдельном случае. Кому-то надо раньше выйти на работу. В этом случае идея хорошая, но опять же все зависит от цен. Я как мать предпочла бы все же до того, как отдам ребенка в государственный или другой выбранный детсад самостоятельно заниматься воспитанием ребенка. Больше подробностей о работе ясельных групп семейного типа можно узнать на электронной странице progen.md. Желающим оказывать подобные виды услуг предлагают заполнить онлайн-анкету. Прием заявок завершится 27 мая. В основе идеи создания детсадов семейного типа настораживающая статистика. В Молдове ясельные группы посещают не больше 15% ребятишек младше трех лет. Из-за отсутствия альтернативных услуг по уходу за детьми, больше половины населения республики, преимущественно молодые женщины в возрасте от 25 до 34 лет, выпадают из активного поля деятельности, занимаясь домашними делами, в том числе воспитанием детей. В двух Кишиневских лицеях в новом учебном году ведут вступительные экзамены. Таким образом, выбранные учреждения образования протестируют новый метод зачисления в 10 класс. О предстоящих изменениях рассказал глава Минобранауки и гость программы «Молдова.Лайф» на нашем телеканале. Как утверждает Дан Перчон, отметки не показатель качества полученных в школе знаний. Именно поэтому вступительные экзамены обеспечат равные условия для всех учеников, которые хотят продолжать образование в престижной школе. На том же основании выпускные экзамены для 9-ти классников из 200 школ страны пройдут по новым правилам в присутствии наблюдателей. Для предстоящей летней сессии Минобразование науки одобрило организацию дополнительных экзаменов для двух лицеев. Оба расположены в Кишиневе. Это теоретические лицеи Аристотеля и Спирухарет. В предыдущие годы учреждения образования, в зависимости от количества запросов от будущих 10-ти классников, проводили вступительные экзамены самостоятельно. Сейчас это прерогатива Нацагентства по куррикулам и оценке. Единственное отличие, которое появилось, заключается в том, что экзамен будет организовывать не школа, а то же агентство, которое организует экзамены на степень бакалавра. Отметки не всегда отражают действительность, потому что 9 в престижном лицее Кишинева не всегда соответствует девятке на экзамене в 9-м классе из более отдаленного населенного пункта. Как утверждает министр, необходимость проведения вступительных экзаменов для будущих 10-ти классников объясняется разным уровнем преподавания в школах республики. Статистика министерства, на которую опирается глава ведомства, показывает, что почти 20% выпускников гимназического цикла, получавшие отметки 9 и 10 на экзаменах на степень бакалавра, не способны подтвердить этот результат. Принципиально в этом экзамене не было бы нужды, если бы мы получили уверенность в том, что отметки имеют одинаковый вес независимо от района, в котором проводились экзамены по итогам 9-го класса. К сожалению, у нас пока не так. В том числе по этой причине в 8 районах, а это 200 школ, где в июне будут задействованы 400 волонтеров, которые в течение 4-х дней будут наблюдать за проведением экзаменов. Главная задача – повысить качество образования, подчеркивает министр. А потому ведомство активно работает над подготовкой новой учебной программы, которая будет направлена на объединение абстрактных знаний с практическими. Основное видение не в том, чтобы загрузить школьную программу новыми предметами, как то финансовая грамотность и экология. Мы не хотим, чтобы они существовали как отдельные дисциплины. Все жалуются на большое количество часов, поэтому решение сводится к тому, чтобы не увеличивать количество предметов и часов. Решение заключается в том, чтобы насытить программу актуальным содержанием по основным предметам. В любом случае, в 2027 году у нас будет новая учебная программа. Образование – это не та область, в которой все меняется за ночь. Кто-то отметит, что последний раз школьную национальную учебную программу пересматривали 6 лет назад. Позитивная динамика. Коронавирус в Молдове практически исчез. В целом по стране фиксируется ярко выраженное снижение выявляемых случаев заражения. Так, за последнюю неделю диагноз подтвердился лишь у 15 пациентов. Показатель на четверть меньше, чем цифры, полученные недели ранее. Правда, число вирусных инфекций растет. Выявлено в том числе 4 случая сезонного гриппа. По данным Национального агентства общественного здоровья, с 13 по 19 мая было зарегистрировано 3146 случаев инфекций верхних дыхательных путей. Это почти на 15% больше, чем на предыдущей неделе, и на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года. Большинство случаев приходится на детей. В то же время было зарегистрировано 4 случая сезонного гриппа. Таким образом, с октября 2023 по 19 мая этого года было подтверждено 1776 случаев этого заболевания. На этой неделе также было отмечено 15 случаев COVID-19, что на 25% меньше, чем недели ранее. 4 случая были зарегистрированы среди детей. Специалисты агентства общественного здоровья еще раз подчеркивают, что вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения серьезных заболеваний и летальных исходов, вызванных гриппом или коронавирусом. Дешевый импортный мед вытесняет качественный молдавский. Отечественные производители натурального сладкого продукта жалуются на отсутствие рынка сбыта. По официальным данным статистики, общий объем производства пчелиного меда в Молдове в прошлом году достиг показателей 2022-го – 5,5 тысяч тонн. Правда, на экспорт отправили меньше половины – всего 1700 тонн. Эксперты объясняют ситуацию низким спросом на мед на мировом и европейском рынках, где монополистами выступают Украина и страны Латинской Америки. В настоящее время в Республике Молдова официально зарегистрировано более 9400 пчеловодов, из которых свыше 3300 имеют юридическую форму деятельности. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Число пчеловодов возросло, но количество пчелиных семей осталось прежним – 265 тысяч. В 2023 году производство меда в нашей стране составило 5,5 тысяч тонн, а на экспорт было отправлено лишь чуть более 1700 тонн. И это потому, что позиции на мировом рынке завевал дешевый мед из Украины и Латинской Америки. Спрос на европейском рынке, как и на мировом рынке, снизился, потому что накопленные какие-то большие запасы, и речь идет не о перепроизводстве, а о большом количестве меда из Латинской Америки, особенно из Аргентины, Бразилии, Китая и, наконец, Украины, которая, начиная с 2022 года, получила разрешение на экспорт без каких-либо ограничений и налогов в Евросоюз. Для сравнения, годовое производство меда в нашей стране составляет более 5 тысяч тонн, а в Украине пчеловоды ежегодно получают до 80 тысяч тонн продукта. Даже на 2024 год прогнозы не слишком оптимистичны. Сейчас у нас период сбора акации. В некоторых районах страны урожай неплохой, а в других намного хуже, чем в прошлом году. Из-за погодных условий ночные холода помешали сбору, и в этом году акация зацвела на 2,5 недели. 20 мая отмечался Всемирный день пчел. По данным Министерства сельского хозяйства, в 2023 году в пчеловодческий сектор страны было инвестировано свыше 100 миллионов леев. Средства были предоставлены в виде субсидий на приобретение оборудования пчелосемей и маток. Из 73 заявок, поданных на меры авансового субсидирования, как минимум половина касалась инвестиций в пчеловодство. Также будут внесены изменения в нормативную базу, чтобы пчеловоды могли круглый год бесплатно размещать свои ульи в лесах. В качестве сигнала от Министерства сельского хозяйства поступила информация, которую мы обсуждаем уже три месяца, относительно разрешения и пасек на постоянной основе бесплатно на территории Молтсилва. Потому что мы, пчеловоды, приносим дополнительную пользу как национальной экономике, так и лесу. В настоящее время молдавские пчеловоды в основном сбывают продукцию на внутреннем рынке. Килограмм молдавского меда стоит от 60 до 150 леев. Ирландия, Норвегия, а также Испания официально признали независимость палестинского государства. По заявлению руководства этих трех стран, решение о двух государствах является единственно справедливым и устойчивым, поскольку способны разрешить конфликт и обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам. Официальный Тель-Авив отреагировал немедленно, отозвав своих послов из этих трех стран и предупредив, что признание независимости палестинского государства повлечет серьезные последствия. Первым из трех государств, официально объявивших о признании Палестины, стала Ирландия. Премьер-министр страны Саймон Харрис заявил, что это было необходимо во имя установления мира в регионе, который с октября остается под ударами Израиля. Шаг, предпринятый сегодня совместно с Норвегией и Испанией, является дальнейшим признанием законного права на государственность. Это недвусмысленное заявление в пользу решения на основе двух государств. Это единственный надежный путь к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их народов. Как отметил Саймон Харрис, палестинцы в Газии испытывают самые ужасные страдания, лишения и голод. Гуманитарная катастрофа, невообразимая для большинства и неприемлемая для всех, разворачивается в режиме реального времени, добавил он. В то же время руководство Ирландии настаивает на том, что признание Палестины как государства не должно быть истолковано, как враждебное решение по отношению к Израилю. Важно, чтобы наше решение о признании государства Палестины не было неверно истолковано, как враждебный акт по отношению к государству Израиль. Мы безоговорочно поддерживаем право Израиля на существование и право его народа на мирное самоопределение, так же, как мы безоговорочно поддерживаем право Палестины на существование и право ее народа на самоопределение. Тель-Авив отреагировал на решение трех европейских стран незамедлительно. Во вторник Министерство иностранных дел Израиля на странице социальной медиаплатформы X заявило, что признание приведет к усилению терроризма, нестабильности в регионе и поставит под угрозу любые перспективы мира. Кроме того, Израиль заявил, что отзывает своих послов в Ирландии, Норвегии и Испании для срочных консультаций. Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий сигнал. Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность. Решение стран признать Палестину стало важным сигналом для палестинцев и всего мира, что терроризм окупается. Подобные действия станут вознаграждением для палестинского движения Хамас и Ирана за крупнейшее массовое убийство евреев со времен Холокоста. Извращенный поступок этих государств является оскорблением жертв 7 октября, а также наносит ущерб усилиям по возвращению 128 израильских заложников. Израиль не будет молча смотреть на это. Будут и другие серьезные последствия. Заявил глава внешнеполитического ведомства Исраил Кац. Палестина остается государством с ограниченным признанием. С 1998 года палестинскую государственность признали 139 из 193 стран-членов ООН. В Европе палестинское государство признают в основном восточные страны. Республика Молдова и страны Балтия – единственные бывшие советские республики, которые до сих пор отказываются признавать палестинское государство. Жители Ирана скорбят и оплакивают президента Ибрагима Раиси, который в начале недели погиб в результате крушения вертолета. В среду утром десятки тысяч иранцев собрались в центре Тегерана, чтобы проводить последний путь бывшего президента. И пока часть жителей оплакивают Раиси, многие иранцы по всему миру танцуют и раздают сладости, выражая таким образом свою радость по поводу кончины бывшего лидера страны. Среда в Иране объявлена выходным днем, а жители Тегерана получили телефонные сообщения с призывом присутствовать на похоронах президента. Так, десятки тысяч иранцев вышли с портретами бывшего главы государства и иранскими флагами, чтобы принять участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси, погибшим в возрасте 63 лет. По окончании молитвы, кортеджи направились на площадь Энгелаб в центре города. Ряд зарубежных стран, в том числе Россия, Турция и Ирак, заявили, что их представители будут присутствовать на похоронах, но не на уровне глав государств. В церемонии приняли участие политический руководитель палестинского исламского движения Хамас, а также второй представитель партии Хезбалла Наим Касем. Официально в Иране объявлен национальный траур на пять дней. Однако для некоторых уроженцев Ирана внезапная смерть главы государства стала поводом для радости. Они связывают имя бывшего президента с массовыми чистками, внесшими десятки тысяч жизней с 1979 года и по настоящее время. Также его обвиняют в том, что он впервые вовлек Иран в прямую войну с Израилем. В Берлине десятки палестинцев организовали празднование в честь смерти бывшего президента. Поздравляю всех иранцев. Мы очень рады и надеемся, что свобода вернется в страну как можно скорее. Женщина, чей сын был казнен несколько месяцев тому назад, по приказу президента Райси, вышла на улицу с дочерью и стала танцевать. В посольстве Ирана в Лондоне также отпраздновали смерть Райси танцами. Ибрахим Райси правил Ираном почти три года и всегда носил черный тюрбан и длинный религиозный плащ. Он был избран президентом в ходе выборов самой низкой явкой. Как пишет Диджи, 24 Райси руководил подавлением протестов в 2022 году. Ибрахима Райси похоронят в четверг в его родном городе Мешхеде. В Египте автобус с пассажирами рухнул в реку. По меньшей мере 11 человек погибли, еще несколько получили ранения. Как сообщается, перевозивший пассажиров микроавтобус упал в реку с парома. Трагедия произошла в провинции Гиза, недалеко от столицы Египта Каира. По предварительной информации, водитель забыл поставить машину на ручной тормоз, что и стало причиной трагедии. По сообщениям местных СМИ, мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как пишут местные СМИ, в автобусе находилось не менее 20 человек. Согласно последней информации, которую опубликовало агентство Синьхуа, со ссылкой на официального представителя Минздрава Египта Хасам Абделла Гафара, число погибших в результате падения микроавтобуса возросло до 11 человек. Остальные 9 пострадавших направлены в больницы для оказания помощи. Египетский государственный новостной канал Аль-Ахрам сообщил, что водитель микроавтобуса оставил ручной тормоз отпущенным, что привело к скатыванию и падению автомобиля с парома. По словам очевидцев, перед тем, как выйти из машины, водитель повздорил с одним из пассажиров. Там у реки водитель микроавтобуса загружал работниц. Некоторые женщины спросили, почему в микроавтобусе беспорядок. Тогда водитель вышел из микроавтобуса, не поставив его на ручной тормоз, и скрылся. Когда мы увидели, что микроавтобус идет ко дну, мы попытались помочь, чем могли, но нам это сделать не удалось. Водитель был арестован на месте трагедии. Местные СМИ уточнили, что он перевозил работниц фермы. Акваторию Нила весь день прочесывали спасатели в поисках новых тел. Прокуратура начала расследование и распорядилась провести их технический осмотр транспортного средства. Продолжение следует...